У меня не было сценария, когда я ехал в Крым. Скажем, я не мог с собой взять каких-то людей, даже того же оператора, звукорежиссера, потому что когда мне спрашивали, а что это будет за фильм, я не мог им объяснить. Это могло бы строиться на чистом доверии. То есть я иду снимать фильм, ты едешь со мной или не едешь? То есть ты готов со мной ходить, искать, пока не скажу, вот это мы снимаем, вот это не снимаем? То есть в полном невидении, чего я по итогу хочу сделать. Нигде в фильме не написано, это снималось в Крыму в 2015 году. И перед вами крымские татары, репрессированный народ в 1944-м и в 2014-м. То есть это нигде не заявляется, об этом никто не упоминает. Это кино, это вообще человечество. Меня два раза спросили, почему название не на турецком, а фильм из Украины. То есть потому что тот же «Сенсыз» это на азербайджанском без тебя, на турецком без тебя, то есть на крымско-татарском без тебя. И мне приходилось уже объяснять, что это крымско-татарский язык, что это Крым, что это крымско-татарский язык, что я крымский татарик. Пока я не снимал, скажем, в Крыму, это были достаточно абстрактные работы, достаточно невнятные, очень нереалистичные, мало имеющие отношения вообще, как бы скажем, с драматургией. Потому что я фантазировал все, что я делал. Пока я не начал делать что-то дома, скажем, вот как Марина Разбешкина сейчас на мастер-классе рассказывала, что истории рядом, они вот, они вокруг. И то, что многие у нас молодые режиссеры стараются убежать от того, что рядом, то есть они стараются убежать от реальности, от того, что знают. Хотя из-за этого нужно начинать, из-за этого должно все расти. Продолжение следует...